Также Аллах приказал мусульманам объединяться под руководством своего правителя. Таким образом является обязательным объединение под руководством правителя и не дозволено оставлять подчинение ему по какой-либо причине. Вопрос подчинения правителям в исламе он предельно ясен. По этому поводу между мусульманскими учеными нет разногласий. Все ученые как один в этом вопросе разделяют одну единственную точку зрения за исключением некоторых юридических сект, которые сбились с пути Корана и с пути посланника Аллаха. Священный Коран ясно разъясняет то, какую позицию должен занимать мусульманин в отношении к людям, которые обладают властью. А я бы хотел поставить вопрос иначе. Которые несут ответственность за их благополучие в этой жизни и за их преуспеяние в последней жизни. Это люди, они не просто обладают властью, они ответственны за нас. И какое отношение мы должны, как мы должны выстраивать свои отношения с ними, об этом четко говорится в Священном Коране. Более подробно на эту тему говорится в хадисах пророка Мухаммада. И наконец, во всех деталях эта тема разъясняется в трудах мусульманских водослов. И как я уже сказал, и еще раз хочу подчеркнуть, между учеными нет разногласий по поводу того, что мы будем сегодня говорить. И основой формирования взаимоотношений между мусульманскими массами, мусульманским сообществом и людьми, которые несут за его ответственность, является аят, 59-й аят из суры Аль-Ниса, в котором Аллах Субхануа Тааля говорит, «От те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику и обладающим властью, влиянием, авторитетом среди вас. «От те, которые распоряжаются вашими делами, те, которые повелевают вам, те, которых вы должны слушаться». Аллах Субхануа Тааля предписывает мусульманам выполнять те распоряжения, которые им отдают люди, ответственные за них люди, на которых Аллах Субхануа Тааля возложил эту ответственность. Аллах Субхануа Тааля, Аллах Субхануа Тааля, Аллах Субхануа Тааля, Ольга Субхануа Тааля Ольга Субхануа Тааля бед Providos О лег cancer. Аллах Субхануа Тааля, Представь, что у правителя, будь это король или президент, есть полчаса в день на телевидении. И он в прямом эфире совершает прелюбодеяние и пьет вино. Не порицай его, чтобы люди не захотели выступить против него. Вот он увидел, как кто-то ослушается Аллаха, пьет вино, прелюбодействует, пожирает проценты, ворует, можешь назвать здесь все, что угодно, любой большой грех. Но вы ни в коем случае не должны его ослушаться. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не велел нам выступать против правителя и оставаться под палкой правителя, пребывать под знаменем правителя. Потому что если правитель в моей стране разрешил продажу алкоголя или проституцию, то он один отвечает за то, что возложено на него, тогда как нам велено слушаться и повиноваться. Нельзя публично критиковать правителя на мимбарах или в местах собрания людей, а также порочить его политическую деятельность. Шаряд говорит, что правителя нельзя лишать его места и должности или составлять ему конкуренцию. Он должен оставаться. Подчинение правителю – это подчинение одного творения другому или же подчинение творения Творцу? Конечно же, подчинение творения Творцу. Если правитель прикажет служащим работать без зарплаты. Представьте себе, без зарплаты. Он не просто вычитает им часть зарплаты, а они будут работать без зарплаты вообще. То и в этом случае обязательным ваджибом для них является подчиниться ему. Если твой сын спорит с тобой – один, раз, два, три – тебе это надоедает. Ты хозяин дома, и ты выкинешь его с окна. А что же тогда правитель? Правитель для меня должен быть как отец. В смысле, если я хочу ему что-то посоветовать, я должен пойти и сказать – «Ваше превосходительство, шейх, ваше высочество, правитель, происходит так-то и так-то». Правитель прав, даже если он считает, что нужно убить треть своего народа. Чтобы спаслась другая треть, и исламский шариат дозволяет ему это. Ему следовало подделать результаты выборов. Это правильно, это хорошо. Он просто должен был сфальсифицировать выборы. Для него это ваджиб. Ваджиб. За это он получит награду от Аллаха. Наши алсамуааа. Свалом голосаа. Иисус и субтитры создавал DimaTorzok 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 Порицать правителей, говорить истину нужно ему в лицо, а не на собраниях и мембарах настраивать людей против него. Не таким был путь Саляфов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Порицать правителей, говорить истину нужно ему в лицо, а не на собраниях и мембарах настраивать людей против него. Правитель прав, даже если он считает, что нужно убить треть своего народа. Представь, что у правителя, будь это король или президент, есть полчаса в день на телевидении, и он в прямом эфире совершает прелюбодеяние и пьет вино. Не порицать его, чтобы люди не захотели выступить против него. Нельзя публично критиковать правителя на мембарах или в местах собрания людей, а также порочить его политическую деятельность. Шариат говорит, что правителя нельзя лишать его места и должности или составлять ему конкуренцию. Он должен оставаться. Подчинение правителю — это подчинение одного творения другому или же подчинение творения Творцу? Конечно же, подчинение творения Творцу. Продолжение следует...